Этот самолет мог обанкротить авиацию. Он потребляет столько топлива, что один его перелет обходится дороже, чем годовая эксплуатация небольшого аэропорта. Он единственный в мире может перевозить груз весом почти 300 тысяч фунтов и нести в своем трюме не просто танки, а целые мобильные штабы армии. А в 1974 этот монстр был частью самого безумного военного эксперимента — сброса боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman с высоты 40 тысяч футов. C-5 Galaxy — это не просто большой самолет. Это настоящий воздушный монстр, который своим появлением изменил военную авиацию. Его разработка началась в 1960-х, когда ВВС США поняли, что им нужен самолет, способный перевозить любую технику, даже самые тяжелые танки и артиллерийские комплексы. Самолет, который мог бы преодолевать межконтинентальные расстояния без дозаправки и высаживать войска прямо в зону конфликта. Но чем больше инженеры Lockheed пытались реализовать этот проект, тем больше он выходил за границы здравого смысла. Длина — почти 250 футов, высота — более 65 футов, размах крыла свыше 220 футов. Когда первый C-5 взмыл в небо в 1968, многие эксперты были уверены, что этот самолет просто не сможет оправдать ожидания. Он был слишком дорогим, слишком сложным в эксплуатации, слишком громоздким. Но время показало обратное — C-5 стал незаменимым инструментом военной логистики. Он перевозит два танка М-1 Abrams весом 140 тонн, перемещает стратегические вооружения и даже использовался NASA для перевозки деталей космических аппаратов. Более того, в 1975-м этот самолет оказался на передовой гуманитарной миссии. Несмотря на огромные затраты, технические трудности и аварии, C-5 Galaxy не только остался в строю, но и продолжает выполнять критически важные миссии. Он доказывает, что даже самое безумное инженерное решение может стать необходимостью, когда речь идет о глобальном доминировании в воздухе. Ходячие нарушения законов аэродинамики. При его массе в 840 тысяч фунтов кажется невозможным, что он вообще способен взлетать. Но он делает это, разрывая воздух четырьмя мощнейшими турбовентиляторными двигателями, создающими в сумме более 200 тысяч фунтов тяги. Эти же двигатели позволяют ему преодолевать более 8 тысяч миль без дозаправки, что делает его одним из самых дальнобойных военно-транспортных самолетов в истории. Конструкция C-5 разрабатывалась с одной целью – перевозить грузы, которые просто не помещаются в другие самолеты. Его грузовое отделение имеет длину свыше 140 футов, а потолок настолько высокий, что внутри можно установить двухэтажную конструкцию. В этот трюм можно загрузить целый эскадрон техники – от бронированных автомобилей до мобильных командных пунктов и даже частей космических кораблей. Но чтобы все это стало возможным, инженерам пришлось разработать уникальную компоновку. В отличие от большинства транспортников, C-5 имеет две палубы. На верхней размещается экипаж и пассажиры, а на нижней – основное грузовое пространство. Это позволяет одновременно перевозить технику и военных, превращая самолет в летающий штаб. Однако первые версии C-5 столкнулись с серьезными проблемами. Основной слабостью оказались крылья. При полной загрузке они испытывали такие нагрузки, что начинали трескаться. В 1980-х конструкцию пришлось кардинально пересматривать, заменяя алюминиевые сплавы на более прочные материалы. В то же время была модернизирована авионика, сделав самолет более управляемым. Именно благодаря этим доработкам C-5 смог не только выжить, но и остаться в строю на десятилетия вперед. Он стал настоящей опорой американской военной логистики – самолетом, который может доставить что угодно, куда угодно, несмотря на свои колоссальные размеры и сложность конструкции. Грузы, которые не мог перевозить никто. Настоящая машина – времени для военной логистики. Он способен перенести целую боевую армию через континенты, доставляя на поле боя не просто солдат, а всю необходимую для войны технику. В его грузовом отсеке перевозили танки, вертолеты, ракеты, мобильные командные центры, но были среди них и по-настоящему безумные грузы. Два танка М-1 Abrams – 140 тонн бронированной мощи, способные разнести вражеские укрепления. Для любого другого самолета это было бы просто невыполнимой задачей. Но C-5 Galaxy перевозит их легко, оставляя еще достаточно места для дополнительного груза. Семь вертолетов UH-1 Huey, размещенных в трюме в сложенном виде. Огромные артиллерийские батареи, включая гаубицы М-198, способные вести огонь на десятки миль. Но, пожалуй, самым неожиданным грузом в истории этого самолета была баллистическая ракета Minuteman. В 1974-м C-5 стал частью секретного эксперимента. США тестировали возможность воздушного запуска ядерного оружия. Самолет поднялся на высоту 40 тысяч футов, сбросил ракету, и та, активировав свои системы, ушла в свободное падение. Это была одна из самых амбициозных, но в то же время рискованных идей Холодной войны. Несмотря на успешное испытание, концепцию признали слишком опасной и не стали внедрять. Но C-5 перевозил не только военные грузы. В 1980-х он стал частью программы НАСА, выполняя миссии по транспортировке частей космических аппаратов. Его грузовой отсек оказался настолько вместительным, что в нем можно было перевозить элементы ракет и даже крупные секции космических модулей, которые не помещались в другие самолеты. Помимо военных и космических задач, C-5 играл ключевую роль в гуманитарных миссиях. В 2010-м, после разрушительного землетрясения на Гаити, этот самолет перевез больше продовольствия и медикаментов за один рейс, чем несколько десятков гражданских грузовых лайнеров. В зонах природных катастроф он становился спасательным звеном, обеспечивая поддержку там, где обычные маршруты доставки были разрушены. Он не просто перемещает грузы, он переносит стратегические возможности из одной точки мира в другую. Он незаменимый инструмент военной и гражданской авиации, который до сих пор остается самым мощным среди военно-транспортных самолетов. Обычно самолеты не могут менять свою форму. Они взлетают, садятся, но остаются неизменными. C-5 Galaxy нарушает это правило. Он умеет приседать. Его система шасси – одна из самых сложных в мире. 28 колес, которые не просто держат эту махину, но и поворачиваются, уменьшая радиус разворота. Это позволяет гиганту маневрировать на ограниченных площадках, где обычные транспортные самолеты просто не смогут развернуться. Но главная особенность – это система автоматического снижения корпуса. Передняя часть самолета может опускаться, уменьшая наклон грузового отсека, чтобы техника заезжала внутрь без необходимости использовать подъемники. Это экономит драгоценное время, когда нужно быстро загружать танки, бронетехнику или артиллерию. Нос самолета поднимается, образуя гигантский проем, в который может заехать техника размером с боевой танк. Одновременно открывается задняя рампа, и C-5 Galaxy превращается в летающий тоннель, через который может проехать целая колонна. Это делает его единственным самолетом в мире, который можно загружать с двух сторон одновременно. Именно благодаря этой конструкции C-5 Galaxy можно использовать на аэродромах с ограниченными возможностями. Он способен садиться на короткие взлетно-посадочные полосы, загружаться, разворачиваться и взлетать снова, выполняя миссии, недоступные другим самолетам. Но вся эта сложность имеет свою цену. C-5 Galaxy – одна из самых дорогих и сложных систем обслуживания в авиации. Из-за огромных нагрузок каждая посадка приводит к износу гидравлических систем, амортизаторов и тормозов. Именно поэтому этот самолет требует регулярного и дорогостоящего обслуживания. Но несмотря на это, именно благодаря этой технологии он остается незаменимым. Он не просто самолет. Он аэродром на колесах, который может адаптироваться под любую миссию. C-5 Galaxy – это не просто транспортник. Это воздушный сейф, в котором перевозили то, что не должно было попасть в чужие руки. В его огромном трюме прятали технологии, оружие и стратегические объекты, о существовании которых знали лишь избранные. Этот самолет стал незаменимым инструментом для секретных миссий, о которых официально никто не говорит. В 1980-х он участвовал в одной из самых скрытных операций в истории авиации. Тогда США разрабатывали первый в мире стелс-истребитель F-117 Nighthawk. Этот самолет был секретом высшего уровня. Его создание держалось в строжайшей тайне. Единственный способ доставить его на военные базы без риска быть замеченными – спрятать внутри C-5 Galaxy. В разобранном виде несколько таких самолетов были перевезены с завода в Неваде на стратегические объекты, где их собирали и подготавливали к первым испытательным полетам. Но еще более важным было его участие в ядерной программе США. В 1990-х С-5 использовался для транспортировки компонентов межконтинентальных баллистических ракет. В специальной конфигурации он мог перевозить секции ракет, а в отдельных случаях даже боеголовки. Этот самолет был единственным в мире, способным выполнить такие миссии быстро и незаметно. Один из самых неожиданных грузов, который когда-либо перевозил С-5 – это золото. В 90-х, когда мировая экономика находилась в нестабильном состоянии, этот самолет использовался для транспортировки стратегических золотых резервов США. В полной тишине, без официальных заявлений, он доставлял тонны золота из одного хранилища в другое, обеспечивая финансовую безопасность государства. В его трюме перевозили дипломатические грузы, важные артефакты, секретные документы. Он был не просто грузовиком, а летающим хранилищем, которое могло исчезнуть с радаров и появиться в нужной точке мира, оставаясь вне поля зрения. Именно это делает его таким уникальным. С-5 Galaxy – это не просто самолет, а стратегический инструмент, способный скрывать и защищать самое важное. Его называют летающей крепостью, но даже самые мощные машины не застрахованы от аварий. За десятилетия службы С-5 Galaxy пережил несколько катастроф, каждая из которых могла поставить крест на всей программе. Он не раз падал, но каждый раз возвращался в строй, доказывая, что даже после тяжелейших испытаний он остается незаменимым. Самая трагическая авария произошла в 1975-м во время операции Babylift. С-5 Galaxy был задействован в срочной эвакуации сирот из Южного Вьетнама. На борту одного из самолетов находилось более 300 человек, включая десятки младенцев. Но через несколько минут после взлета случилось непоправимое – произошла разгерметизация грузового отсека. Люк сорвало, мощный перепад давления уничтожил системы управления. Пилоты до последнего пытались спасти самолет, но он потерял управление и рухнул на рисовые поля. Погибло 144 человека. Эта трагедия потрясла мир, но программа С-5 Galaxy не была свернута, миссия продолжилась и самолеты продолжали спасать людей. В 1992-м произошел еще один серьезный инцидент. С-5 выполнял доставку военного оборудования, когда у него отказала гидравлическая система. Самолет не смог выпустить шасси, и пилоту пришлось принимать сложное решение – посадка на фюзеляж. Этот гигант весом сотни тысяч фунтов скользил по взлетной полосе, разбрасывая искры. Металл плавился от трения, но экипаж смог удержать машину. Ни один человек не пострадал. После ремонта этот борт вернулся в строй. Другой случай произошел в 2000-х. С-5 заходил на посадку в условиях плохой видимости, но из-за ошибки экипажа посадка оказалась слишком жесткой. Передняя стойка шасси разрушилась, носовая часть самолета ударилась о полосу. Ущерб был серьезным, но никто из экипажа не погиб. Этот инцидент стал важным сигналом для военных, что самолеты этого класса требуют модернизации. Вскоре после этого случая программа модернизации C-5 Galaxy получила дополнительное финансирование, что позволило обновить всю авианику и увеличить безопасность полетов. Несмотря на эти катастрофы, программа C-5 Galaxy не просто выжила, она стала еще сильнее. Каждая авария становилась причиной для улучшений, доработок и усиления конструкции. Этот самолет прошел через огонь, аварии и модернизации, но продолжает служить. Он доказал, что даже самые тяжелые испытания не могут его уничтожить. Этот самолет должен был уйти в отставку еще в конце 20 века. Он слишком большой, слишком дорогой, слишком сложный в эксплуатации. Но его не смогли заменить. Его списывали на бумаге, но на практике он продолжал летать, потому что никто не смог создать что-то лучше. В начале 2000-х ВВС США признали, C-5 Galaxy морально устарел. Его двигатели пожирали огромное количество топлива, а из-за сложной конструкции он требовал дорогостоящего обслуживания. Было принято решение модернизировать эти самолеты, продлив их службу до 2040-х. Так появилась программа РРП – полная переделка старого гиганта в новую, более мощную машину. Первое, что изменили – это авионику. Аналоговые приборы заменили на цифровые системы, внедрили новые системы автоматического управления полетом. Кабина экипажа получила современные дисплеи, которые снизили нагрузку на пилотов и повысили точность работы в любых условиях. Главное нововведение – это замена двигателей. Старые силовые установки уступили место четырем турбовентиляторным моторам General Electric CF-680 C2. Они дали самолету новую жизнь, увеличив тягу на 22% и сократив расход топлива. Теперь C5M Super Galaxy мог перевозить больше груза на большие расстояния, не требуя частых дозаправок. Дополнительно был усилен корпус, переработаны закрылки и механизмы управления крыльями. Улучшенная аэродинамика позволила увеличить максимальную дальность полета, а новая система контроля за состоянием самолета помогла снизить частоту технического обслуживания. После всех этих обновлений C5 Galaxy не только не ушел в историю, но и получил новый статус. Теперь это не просто старый грузовик, а усовершенствованная машина, способная выполнять миссии, которые не под силу другим самолетам. Этот самолет пережил войны, катастрофы, десятки модернизаций. Его признавали устаревшим, но затем снова вкладывали в него миллиарды долларов. Почему? Потому что даже спустя десятилетия он остается самым мощным военно-транспортным самолетом в мире. C5 Galaxy — это не просто огромный самолет. Он движущийся аэродром, способный перевозить армию через континенты. Но без своих двигателей он был бы просто гигантским ангаром. Именно четыре турбовентиляторных мотора превращают его в машину, способную бросить вызов гравитации. Первые версии C5 оснащались двигателями TF39. Они были революционными для своего времени, но к концу 20 века стали кошмаром для механиков. Эти моторы были невероятно шумными, прожорливыми и ненадежными. Их мощность была недостаточной, а из-за конструктивных дефектов они требовали постоянного ремонта. Ситуация изменилась с приходом программы модернизации РЕРП. На смену старым двигателям пришли General Electric CF680C2. Это не просто обновление. Это сделало самолет совершенно новой машиной. Каждый новый двигатель развивал тягу свыше 51 тысячи фунтов. В сумме они обеспечивали более 200 тысяч фунтов силы, поднимая в воздух самолет, который весил почти миллион фунтов. Но что еще важнее, они были на 30% тише и на 20% экономичнее, чем старые моторы. Новые двигатели не только увеличили дальность полета, но и позволили C5M Super Galaxy быстрее набирать высоту. Это дало самолету важное преимущество в боевых условиях. Теперь он мог быстрее уходить из-под удара при посадке в зонах конфликтов. Без этих двигателей C5 Galaxy давно бы отправился на свалку истории. Но благодаря им он не только остался в строю, но и стал еще более мощным. Теперь этот самолет способен преодолевать 10 тысяч миль без дозаправки, доставляя стратегически важные грузы в любую точку мира. Этот самолет не просто огромный. Он живет благодаря этим четырем двигателям, которые дают ему силу, скорость и выносливость. Именно они делают его незаменимым, даже спустя более полувека после первого полета. Создавался этот гигант как стратегический военно-транспортный самолет, способный работать в зонах боевых действий. Но в 1989 он совершил нечто, чего от него не ожидал никто. Он приземлился в Антарктиде. Этот гигант, привыкший к бетонным аэродромам, сел на ледяную взлетно-посадочную полосу, которая могла разрушиться под его огромным весом. Миссия была частью операции Deep Freeze, масштабной программы по снабжению американской исследовательской станции МакМердо. До этого момента снабжение велось с помощью кораблей и самолетов C-130 Hercules, оснащенных лыжами для посадки на лед. Но требовалось доставить грузы, которые не мог поднять ни один другой самолет. США приняли вызов. Впервые в истории отправить C-5 в самое суровое место на планете. Посадка была полным безумием. При весе в сотни тысяч фунтов самолет мог провалиться в ледяную толщу. Температура окружающего воздуха была настолько низкой, что топливо могло замерзнуть, а гидравлические системы потерять работоспособность. Единственная взлетно-посадочная полоса – это просто утрамбованный лед, без какой-либо защиты от разрушения. Несмотря на все риски, экипажу удалось выполнить посадку. Самолет доставил в Антарктиду сотни тысяч фунтов оборудования, продовольствия и научного оборудования. А самое удивительное – он смог успешно взлететь обратно, доказав, что даже в самых экстремальных условиях C-5 Galaxy остается непобедимым. Этот эксперимент показал, что C-5 способен работать не только в горячих точках, но и в условиях, где обычные самолеты просто не выживают. Это был один из самых сложных полетов в истории военно-транспортной авиации, но C-5 справился. C-5 Galaxy не просто большой, он рекордсмен. Этот самолет установил больше мировых рекордов, чем любой другой военно-транспортный самолет в истории. Его уникальная грузоподъемность, дальность и возможности позволили ему переписать авиационные стандарты. Первый грандиозный рекорд был установлен в 1979. Тогда C-5 Galaxy перевез самый тяжелый в истории авиации груз – редукционный механизм весом 88 тонн. Это был вызов физике. Самолет поднял в воздух конструкцию, которая могла бы раздавить большинство современных транспортников. Но на этом не остановились. В 1984 он установил еще одно достижение – поднял на высоту 2000 футов груз весом более 245 тысяч фунтов. Это абсолютный рекорд для военной авиации. Но, пожалуй, самым выдающимся стал полет в 2009. Тогда модернизированный C-5M Super Galaxy установил 41 мировой рекорд. Он поднялся на высоту 12 тысяч метров за рекордное время, стал самым тяжелым самолетом, совершившим вертикальный подъем на определенную высоту и даже побил достижение российского стратегического бомбардировщика Ту-160. C-5 Galaxy остается самолетом, который смог превзойти все ожидания. В мире нет другого транспортного самолета, который бы обладал таким количеством достижений. Его пытались списать не раз. Говорили, что он устарел, что он слишком дорог, что ему давно пора уступить место новым технологиям. Но каждый раз военные аналитики приходили к одному выводу – C-5 Galaxy незаменим. Он остается крупнейшим и самым мощным военно-транспортным самолетом в истории. И даже спустя более полувека, с момента первого полета, никто не смог создать ничего лучше. В начале 2000-х ВВС США начали искать альтернативу C-5. Рассматривались более легкие и экономичные транспортники, такие как C-17 Globe Master. Но когда сравнили их грузоподъемность и дальность, стало ясно, что ни один из современных самолетов не может выполнить задачи, с которыми справляется C-5. Но что дальше? Сейчас ведутся исследования новых концепций стратегической транспортной авиации. Одна из идей – это гиперзвуковые транспортные аппараты, которые смогут перемещать грузы в любую точку мира за считанные часы. По сути, это замена самолетом на космические системы. Но пока эта технология остается только на бумаге. Еще одна идея – многоразовые транспортные ракеты, которые могли бы доставлять военные грузы в любую точку мира по баллистической траектории. В теории, это позволило бы США перебрасывать войска и технику быстрее, чем с помощью самолетов. Но на практике такие технологии пока не готовы к реальному применению. Пока не появится революционная альтернатива, C-5 Galaxy продолжит свою службу. Его конструкция рассчитана на десятилетие эксплуатации. Запас прочности большинства самолетов использован менее чем на 20%, а проведенные модернизации позволили ему работать еще как минимум два десятилетия. Этот самолет пережил кризисы, катастрофы, модернизации и попытки его заменить. Но он все еще здесь. Он по-прежнему выполняет миссии, перевозит грузы, устанавливает рекорды. И пока другие концепты остаются на чертежах, C-5 Galaxy продолжает править небом.